Приложение 7. Алон Табрис. Вселенная и Каббала. Целью данной работы является желание, используя схему построения миров, согласно каббалистическому учению Торы, показать место и предназначение Торы и народа Израиля среди духовных учений и судеб других народов мира. Ниже приводится компилитивная схема построения миров, включая силы и духовные качества человека, с параллельными названиями, употребляемыми в каббале, йоге, парапсихологии, эзотеризме. Рассматривая и вдумываясь в связи и параллели этой схемы, читатель сможет осмыслить и уяснить для себя многие из занимающих его вопросов. Но мы в данной лекции ограничимся вышеупомянутым аспектом места Торы и народа Израиля на мировой арене, их связи и взаимодействия с духовными учениями и развитием народов мира. Итак, для получения Торы свет божественной любви творил, сохранял и выращивал все творение, подготавливая мир к получению божественного благословения. Тора была едина с Творцом, и свет ее десяти заповедей излагался сочетаниями двадцати двух букв священного глагола, алфавита, через десять провозглашений сотворения мира, создавая и совершенствуя все сущее. Духовные учения народов мира на этой ступени были учениями о путях очищения и гармонизации семи проводников света, из которых построена проявленная Вселенная и человек, микрокосм. Все эти учения являются интерпретациями семи заповедей, полученных человечеством, возрожденным после потопа. Семь заповедей сынов Ноя. Продвигаясь по духовным ступеням этих учений, человек должен, совершенствуя тонкие тела, одновременно перестать отождествлять себя с ними. Когда он достигает этого и смолкает шум проводников, и исчезает иллюзия, что они являются источниками света сами по себе, в наступившем безмолвии он готов услышать песнь божественного глагола, исходящую из святая святых, божественного в человеке. Эта ступень и является необходимой для получения Торы и начала коммуникации со светом божественной любви через посредство божественного глагола Торы. То есть единение Йога, которое является конечной ступенью в духовных учениях народов мира, является начальной ступенью получения Торы и становления Сына Бога в человеке через молитву, исповедь и уединение с Богом, основанных на приятии заветов Торы и их усвоении в повседневной жизни народа и при личном контакте с их светом через единение с большой буквы. Язык Торы парадоксален, чтобы любая интерпретация Торы с уровня более низкого, чем план единения, узрела свою несостоятельность. Для того, чтобы услышать глаз Божий, человек должен был изжить все желания или присытиться на уровне проводников, физического и тонких, с тем, чтобы переплавить все желания в устремление к Свету и Его Источнику, Божественной Любви, и реализовать это устремление через изучение Торы и исполнение Ее заповедей. Когда эта ступень получения и реализации Торы завершена, человек становится полноправным преемником и соучастником в Божественном плане творения, носителем света Божественной Любви в низших мирах, Сыном Божьим. Братцы народа Израиля Авраам, Ицхак и Иаков первыми достигли ступени единения и услышали глаз Божий. Сила их единения с Богом прошла все испытания и породила двенадцать колен Дома Израилева, сплоченных в единую семью, силою праведности их брата Иосифа и мессианским поручительством Ягуды и доказавших, что они достойны благословения, обещанного их братцам. Путь Торы — это не отмежевание от низшего, а переплавка низшего в высшее, построение вечных ценностей через победу над противоположностями, низшими проявлениями, подъем всего сотворенного мира противоположностей к утраченному единству с Создателем. Воскресение к жизни настоящей осуществляется, когда в ответ на Божественную Любовь порождается ответная Любовь в сердце человеческом, замыкая круг Любви, которая не знает преград и разделения. Самораскрытие Сына Божия — источника Любви, воплощенного в теле человеческом, когда свет Божественного Глагола оживляет все 613 частей его тела через шесть проводников света, излучаемого через кетер, точку Божественной Любви, воплощенную в человеке. Вот лучезарная цепь, пришедших к ступени получения Торы. Это лучезарное видение открывается, как обещание того, что будет достигнуто в момент, когда человек вступит впервые в точку единения, но чтобы реализовать его, необходимо постичь всю мудрость Божественного Глагола — Торы. Недоуменным разочарованием закончится всякая попытка достигнуть ступени Сына Божьего, не пройдя предварительно этапа получения Торы. С момента получения Торы в руках Израиля находится Божественное Слово, формируемое сочетаниями 22 букв священного Глагола. То самое Божественное Слово, через которое изливается в мир благословение Божественной Любви Создателя. Народ Израиля стал, как и Адам, тем садовником, которому поручено светом Божественной Любви и водами Торы взрастить миры и народы в Божественном Саду Творения. Страх первого грехопадения должен охранять мудрецов этого народа от неверного толкования Слова Божия, ибо от неверных толкований учениками мудрецов произрастает в Саду Господнем терн, короной мученичества, венчая народ. Мир, в котором нарушена гармония Божественного Глагола, наполняется слезами и жестокостью, а народ Израилев становится объектом бесчисленных преследований и гонений, пока путем очищения страданием не возвратит в себе утерянную мудрость и страх Господний. Создатель сохраняет жизнь в этом болезненном мире, пока народ, которому передано Божественное Благословение, осознает и исправит свои ошибки, вылечится сам и исцелит мир от всех болезней и позволит Творцу выполнить обещание, данное навечно первооткрывателем его любви и света, Аврааму, Ицхаку, Якову и истинным предводителям народа Израиля Иосифу, Моше, Аарону и Давиду. Когда народ Израиля начинает созревать для выполнения своей миссии, Создатель начинает отстранять свет своего мудрого покровительства, чтобы проявилось, кто же в Творении является Носителем Божественного Благословения и Источником Жизни для Всего Сущего. Процесс этот уже начался, и спасением для Всего Сущего является пробуждающее сосознание просветленных сынов и дочерей народов мира, неевреев. Наилучшим применением их очищенных и гармонизированных проводников тонких тел будет оказание помощи народу Израиля в отличении света истинных толкований Торы от тьмы лжеученических интерпретаций, том, чтобы помочь народу Израиля найти своих истинных предводителей, несущих свет Торы своему народу и Божественное Благословение всему миру, и смести с лика Торы полчища лжетолкователей, зараженных духом сектанства и монополизации, скрывающих свет Торы от народа, которому она завещана, и от мира, который ожидает ее благословения в сгущающихся потемках времени. Задача очищения семеричного тела человека в окружающем нас семеричном творении может быть завершена без ошибок и отклонений благодаря полноте обратной связи человека с миром, в то время как постижение Торы требует совершенного пророчества и ясновидения, которыми обладает лишь Мессия. Но уже в наши дни среди последователей христианского вероучения проявляется частичное пророческое прозрение и характерно, что оно касается именно вопросов будущего развития судеб еврейского народа. Очищенные тела народов мира являются тем безошибочным индикатором, который отличает свет, как бы он ни был слаб от самой обеленной тьмы, как бы она себя не рядила. В этом их решающий вклад в победу света над тьмой и их право на божественное благословение и вступление на последующий этап. Да исполнится божественная воля и да будут роды мира грядущего как можно более безболезненными. Амэн. СМОТРИ ПРИЛАГАЕМУЮ СХЕМУ ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ Помещая лекцию и уникальную схему, составленную специально для читателей нашего сборника, каббалистам Алоном Табрисом, мы хотим обратить внимание на то, как точно соответствует одно другому наименование подразделений тонких миров в любом мистическом учении, как троичность пронизывает дух и мироздание и как цифра 10 венчает это построение. Размышления над схемой и ее анализ много дадут мыслящему эзотерику. Что касается упоминания авторам роли прозрения будущих судеб еврейства сегодня в христианской среде, то хочется пояснить это. В ряде европейских стран и в Соединенных Штатах за последний год-два было несколько независимых случаев пророчества прозрения об исходе евреев из СССР. Получившие эти пророчества утверждают, что евреи в ближайшее вполне обозримое время будут идти через границу СССР в Европу неисчислимыми толпами. Провидцы прямо говорят о новом исходе, равном по значению исходу из Египта. Такой исход предсказан в Библии. На основании этих прозрений многие христиане собирают в Европе одежду, еду, средства транспорта, чтобы встретить беженцев-евреев и помочь им. Этими физическими действиями они совершают и духовные действия, так как выражают веру в предназначение еврейского народа и его миссию. Именно эта их вера станет крыльями, переносящими народ Израиля из бездны порабощения к духовной мощи народа первосвященников, благословения, которого ждет все творение. О подробностях спонтанного христианского движения желающие могут узнать в Международном христианском посольстве Иерусалим, улица Бреннер, 10, или ПОБ 1192 у господина Яна Вильяма ван Дерховена.